Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем 44-ю лекцию на тему Шуберт. Это лекция из цикла композитора Ивана Соколов о музыке. Я рассказывал о Бахе, Гайдне, Моцарте, Бетховене. И вот в прошлой лекции мы дали такую общую характеристику. Я немножко играл Шуберта. Целиком, по-моему, сыграл только один экспромт соль бемоль мажорный. А сегодня, в 44-й лекции, я хочу рассказать об одном конкретном произведении, шесть музыкальных моментов, и исполнить их. И вот это шесть пьес, опять число шесть. Вспоминаем шесть английских, французских сюит, вспоминаем это число, что оно значило у Баха, значит ли оно то же самое у Шуберта. И да, и нет. Конечно же, он знал про эту традицию, потому что она только что недавно еще начала отживать. Еще у Бетховена были шесть квартетов, опус 18. Но как бы то ни было, в июле 1928 года эти шесть фортепианных пьес публикуются. Они очень необычные для Шуберта. Это уже действительно романтизм. Может быть, ранние сочинения фортепианные Шуберта еще как-то можно было назвать как-то переходными от классицизма к романтизму. Здесь уже чистая романтика. Чистое, как мы сказали, проникновение в тайны своей собственной души, размышления о Боге в себе, о том, какое значение имеет Бог именно в композиторе. И, конечно же, исповедь. Лирические... Это шесть лирических исповедей. Музыкальные моменты. Они писались не в 1928 году, а, видимо, раньше. Предполагают, что раньше всего написан третий знаменитый музыкальный момент фо-минорный, который, кстати, в первом издании называется «Русская песня» или «Русская ария». Почему, неизвестно. Так же, как и шестой, называется «Песня Трубадура». Почему Трубадура? Вот. И вот какая-то удивительная атмосфера во всех шести. Конечно, преобладает здесь созерцательно тихое, умиротворенное настроение. Никакой техники нет, никакой виртуозности практически нет. Хотя и в четвертой и пятой пьесы довольно трудные технически. Четвертая очень баховская. Пятая с этим характерным ритмом скачки. Лесной царь. Ну а первые три действительно очень созерцательные. И шестая. Вот начало первое. Какой-то зов. Мне представляется воскресное утро. В Австрии, в Германии день начинается очень рано. Трамваи начинают ходить в четыре часа утра в таком дневном ритме. Но улицы пусты. И вот какое-нибудь майско-июньское утро. Пустая улица, светит солнце. И все напоено вот этим каким-то молитвенным настроением, как писал Тютчев. И что-то благостное слышим, как дней воскресных тишина. Вот это «Дней воскресных тишина» в этой домажорной пьесе, безусловно, слышится. И вдруг, как будто где-то в подворотне, какой-то забытый щенок. Или сам Шуберт, который мучается от того, что он в этом мире лишний. Он в этом мире маленький, брошенный и никому не нужный. И вот конфликт между этими двумя началами – божественным, прекрасным мирозданием и маленьким, личным, так сказать, несчастным, страдающим человеком этой пьесе. Во второй то же самое. Сначала аккорд. И вот красота этого аккорда настолько божественна, что его изменения какие-то по высоте, они даже не важны. Эта мелодия, она уже почти стоит на одном звуке. Вот как я в прошлый раз говорил, что лист – это композитор одного звука. Вот почти так же Шуберт, композитор почти одного звука, хотя он невероятно и создавал мелодии. И вторая тема, опять же, личная. Тоже контрастирует с этой темой. Третья знаменитая русская песня – фаминорный музыкальный момент, известный буквально всем с детства. Я его называю автопортрет. И вот эти автопортреты такого неуклюжего, пританцовывающего композитора. Вот финал бедурной сонаты. А вот последний экспромт – фаминорный. И в них во всех такое же немножко комичное что-то ощущается. Четвертый экспромт – баховский. И вот тут редкий случай, когда мы видим, как Шуберт изучал и вникал в Баха. Меньше свидетельств изучения Шубертом Баха, чем Моцарта и Бетховена, а также Шумана и Шопена. Но он, Фердинанд, пишет «Шуберту я получил ноты фуг Баха, которые передам тебе». Примерно вот в это время. Это четвертая пьеса. И здесь тоже удивительная серединка. Начало. До диэс минор. Очень баховская тональность. Тональность в знаменитой до диэс минорной фуге. А вот середина. Успокаивающая, умиротворяющая и как-то вносящая какой-то колыбельный характер в это беспокойное движение шестнадцатыми. Пятая пьеса, пятый музыкальный момент «Лесной царь», в кавычках. А продолжение этой вечной шубертовской темы. Этот вот наш ритм шубертовский, четверть, две восьмые. Скачка. Жизнь – это скачка. Жизнь – это безостановочный бег времени. И, наконец, шестая песня Трубадура, так называемая. Абсолютная молитва. Абсолютное какое-то единение с Богом. И вместе с тем здесь нет ничего почти церковного. Это очень светская пьеса. Это Бог в мире, Бог в душе человека, Бог на улицах маленького австрийского городка, Бог, может быть, в лесу, на природе, где-нибудь, даже, может быть, в какой-нибудь таверне. Ощущение Бога присутствия везде. И вот я никогда не забуду, как эту шестую пьесу играл Рихтер. Он играл со всеми повторениями. И 2000-й большой зал консерватории, замерев в тишине, внимал этому священно-действию. Итак, шесть музыкальных моментов Шуберта, оп. 94. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Последний музыкальный момент повторяется как молитва, как «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Вот как эта Иисусова молитва повторяется сотни и тысячи раз в устах, в сердцах, в головах молящихся. Также тут повторяется вот этот мотив. А если мы аккорды уберем? Что это? Это суспирацию, это вздох. Помните Бах? Фа минорная прелюдия и многие другие. Круцификсус из Мессы. Это, конечно, молитва. И вот здесь, наверное, Шуберт взял у Баха, наверное, он изучал прелюдии и фуги Баха, и взял в додиес минорной именно прелюдии. Вот этот баховский образ, страстная, невероятно интенсивная молитва к Богу и в конце смирения. В конце именно... Почему мы не имеем каждый раз ответа? Вот мы молимся, просим что-то. Мы не каждый раз, а иногда вообще не получаем ответа. Потому что Богу нужно наше смирение. Вот если ты смирился, не получив ответа, значит, ты считаешь, что ты получил ответ. И вот это смирение у Баха гениально отражено в додиес минорной прелюдии. И здесь тоже он то тихо молит, то вдруг невероятно... И какие-то уже... Какие-то уже прямо неистовые взывания, но ответа нет. Как бы нет, а на самом деле есть, но мы его не слышим, потому что нам лучше его не слышать. Вот такая какая-то совершенно удивительная музыка. А во второй пьесе, конечно, невероятные предчувствия Малера. Вот эта австрийская боль, которая потом, лет через 70, будет воскрестит в гениальной душе великого австрийского композитора Малера. Вот в этом месте вдруг тоже тихая молитва. И вдруг во второй раз она проходит. Те же стоны, те же ламентозные интонации. И, конечно, видно, насколько Шуберт... У Шуберта есть шесть мес. Мы забываем об этом. Не только шесть музыкальных моментов, но он за всю жизнь написал шесть мес. И тоже число шесть очень значимо. И последнюю месу он написал именно вот в этом 1928 году, видимо, желая создать, воссоздать это баховское классическое сакральное число шесть. Шесть дней творения. И он взял и создал шесть мес, которые у нас в России почти не звучат, но это великий. Три меса ранние совсем, еще почти детские. Ему было лет 16-17. Для домашней почти церкви написаны. Там пела его возлюбленная девочка в хоре. Он для нее писал сольные партии. Но она потом его отвергла, как и Бетховена Джульетты Гвичарди отвергла. Такие вот несчастные события, они очень повлияли на мир музыки Шуберта. Ну а мы на этом закончим нашу 44-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Спасибо, всего доброго, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.